Расул Ещанов в этом году окончил школу и теперь собирается поступать на специальность агрономия в университет. Молодой человек родом из Карасузского района. Выбор будущей профессии был понятен сразу, признался Расул, так как его отец агроном. К тому же у семьи есть свое крестьянское хозяйство. Отец брал у меня детство в холле, там с ним находился, показывал, меня учил. У меня есть желание, поэтому вот сюда поступил. Обрабатывать и посев, как норму высела знаю, комбайн, как настраивать эти все моменты. А что-то водить уже умеете? Да, работаю на зерноскладе, на погрузчике даже. Агрономы, так же как и врачи, учителя и IT-специалисты, последние несколько лет на рынке труда пользуются большим спросом. Поэтому на эти специальности выделяют много образовательных грантов. К примеру, в Кустанайский региональный университет имени Ахмета Байтурсы-Нулы на 2024-2025 учебный год выделили порядка 1030 бюджетных мест. Больше половины из них на педагогические специальности. Также замечена тенденция, что ребята с высокими результатами ЕНТ стали все меньше выигрывать гранты. Среди абитурентов, которые к нам поступили, с большими баллами не набрали грант. Это у нас направление подготовки в педагогических науках, но больше всего образовательная программа физической культуры, спорт. Хочу отметить, что ежегодно более 100 человек поступает к нам на данное направление подготовки. Конкурс большой здесь. Ежегодно специалисты проводят анализ рынка труда. Таким образом, становится понятным, в ком нуждаются местные работодатели. В ходе анализа оценивается и эффективность образовательной программы. К слову, за последние три года в региональном университете сократилось количество специальностей со 176 до 140. Однако не всегда вуз полностью исключает ту или иную профессию из своего реестра. Иногда ее стараются модернизировать и раскрыть. По направлению подготовки естественной науки, образовательная программа, биология, химия, сейчас на сегодняшний день мало востребована нашими абитурентами, так как большой спрос идет на подготовку учителей химии, биологии в педнаправлении. Мы сейчас именно это направление более трансформировали. В 2021 году в УЗИ появились совершенно новые профессии. Среди них – актерское искусство. Теперь там каждый год стабильно набирается полноценная группа. Помимо этого возрождают специальности карантин растений и история, и общество знания. Эльмира Наурызбаева отметила, что все новые профессии они вводят с учетом запроса местных работодателей. А те, в свою очередь, помогают с разработкой учебного плана для будущих профессионалов. Улужаса Синжигита, Фалина Альмишева, РТН.